Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я покажу свои раскрашенные работы, а также какие у меня есть творческие подарки, что я получила к 8 марта. Но прежде чем начать, хочу поздравить вас всех с замечательным весенним праздником с 8 марта. Это Международный женский день. Желаю вам творческих успехов, исполнения всех ваших желаний, чтобы радости окружали вас и в жизни были только положительные моменты и огромное количество позитива. На этой неделе я раскрашивала цветочные весенние работы, связанные с весной, с праздником. Давайте начнем с первой раскраски. Это раскраска, которую я распечатала с пустынной лисичкой или пельмешком, как еще называют этого персонажа. Вот такую работу я раскрасила. Здесь есть сладости, и вообще в целом я думаю, что эта работа очень праздничная, подходит к 8 марту, поскольку много всего вкусного на этой картинке. И также она такая розовая, нежная, приятная. Раскрасила я эту работу акварелью всю полностью, убрала цвета и максимально разбавляла их с водой, чтобы получить такие пастельные цвета. И в принципе у меня это получилось. Бумага очень хорошая здесь, очень плотная, и я не жалею, что именно на такой бумаге решила распечатать эту раскраску. Больше о распечатке и раскрасок я рассказывала в своих двух предыдущих видео, о том, где я их нахожу, а также как я их распечатываю и скрепляю в таких вот альбомах на пружинке. Если вам эта тема интересна, а предыдущие видео вы не смотрели, то рекомендую посмотреть. И еще одна работа в этом же альбоме, но здесь эта работа никак не связана с пустынной лисичкой. Просто у меня осталось две странички, и я решила распечатать вот такую иллюстрацию с ведьмочкой. Это иллюстрация по мотивам аниме. Хаяо Миядзаки, ведьмина служба доставки. И здесь ведьмочка Кики со своим котиком. Эту иллюстрацию я тоже красила акварелью. Здесь есть метла на этой иллюстрации. И я красила эту работу к марафону Ольги Ранни, потому что тема была метла. В отличие от первой иллюстрации с пельмешком, такой нежной и пастельной, эта иллюстрация получилась очень яркой. Тут я акварель уже минимально разбавляла и использовала яркие цвета, поэтому получилось аляповато. Не знаю, мне вообще результат не сильно нравится, потому что слишком ярко, слишком насыщенно, но при этом как-то необъемно получилось. Но тем не менее, с удовольствием пораскрашивала эту работу. Дальше у меня несколько работ в раскраске японские мотивы. Здесь я люблю раскрашивать, допустим, если я смотрю вечером телевизор, отдыхаю и просто расслабляюсь. Тут у меня несколько работ. Вот такая вот картинка интересная с веерами. Японские мотивы действительно, веера. Тут же есть цветы, поэтому эта иллюстрация подходит к весне, к празднику. Тем более, веера это женский атрибут, так что я думаю, что работа абсолютно и полноценная, восьмимартовская. Дальше я раскрасила вот такого павлина. Он тоже с цветочками, поэтому я думаю, что тоже весеннее тематиком здесь присутствуют. Цвета нежные, приятные. И эта работа тоже раскрашена маркерами, как и предыдущая. В этой раскраске мне нравится красить именно маркерами. И поскольку здесь много страничек с иллюстрациями, которые мне не особо нравятся, то я не переживаю, что маркеры протекают на другую сторону. Дальше я раскрасила вот таких карпов. Это карпы японские. В пруду они плавают, я так понимаю. А эту работу я красила, потому что у меня она была начата. Но несколько лет просто лежала. Я ее никак не могла закончить. Начинала я ее красть еще акварельными маркерами. Но у меня уже этих маркеров нет давно. А работа лежала незаконченная. И решила я этот вип наконец-то завершить. Так что тоже я рада, что закончила эту работу. И мне очень нравится, как получилось. Мне нравятся здесь и цвета, и сами рыбки, сама иллюстрация, и то, как все это вместе выглядит и сочетается. Так что работа мне нравится. Дальше у меня тут совсем простая работа. И последняя в этой раскраске на этой неделе. Здесь просто цветы, и, как я понимаю, может быть, это вода на фоне или какие-то штрихи. Но я так понимаю, что это вода, и цветы плавают в воде. Ну, к 8 марту эта иллюстрация вполне подходит. Поэтому я ее и выбрала. И плюс мне хотелось отдохнуть, порелаксировать, вообще не думать ни о чем. И поэтому я решила раскрасить такую работу. Как всегда, тут тоже маркеры. И благодаря черному фону очень быстро получилось раскрасить эту иллюстрацию. Отлично к таким работам меня не особо тянет. Но вот на этот раз захотелось покрасить именно ее. Что ж, это были все работы в этой раскраске. Японские мотивы. Она у меня хорошо идет в последнее время. А теперь я хочу вам показать работу в скетчбуке, которую я нарисовала. Нарисовала специально к празднику 8 марта, чтобы выложить эту работу в Инстаграм. Это скетчбук от Эрих Краузе. Здесь достаточно тонкая бумага. И нарисовала я вот такие цветочки в кружке. Рисовала я их пастелью, сухой пастелью. У меня есть набор 48 цветов. Пастель от Косинур фирмы. Этой пастели уже много лет. Она у меня лежала долго без дела. Но на этот раз я решила ей воспользоваться. Сделать такую иллюстрацию. Мне хотелось иметь возможность размывать предметы. У меня был референс, по которому я рисовала эту картинку. И в принципе мне очень нравится, как получилось. Единственное, что из-за того, что бумага тонкая, то пастель, особенно на фоне это заметно, немного пошла такими пятнами. Но в принципе смотрится в целом все неплохо, если слишком близко не рассматривать. А так издалека вполне себе приятная работа получилась. Я очень люблю фиолетовый цвет. Ну и голубой тоже. Но вот именно цветы, сочетание желтых цветов и фиолетовых цветов мне очень приятно. Я считаю, это сочетание радует глаз. И оно такое нестандартное. Ну не совсем стандартное, скажем так. Потому что фиолетовый с желтым, казалось бы, не сильно сочетаются. Но вот именно в цветах мне такое сочетание очень даже по душе. И плюс голубого цвета чашечка. Так что в целом вот это вот сочетание цветов мне очень-очень нравится. Я уже выложила эту работу в Инстаграм. Возможно, если вы следите за моим Инстаграмом, вы уже ее видели. И плюс я участвовала в челлендже, там же в Инстаграме, с другими художниками, художницами точнее. И тема у нас была 8 марта. Мы все нарисовали иллюстрации и сделали такую коллаборацию. А теперь перейдем к моим подаркам, которые я получила на 8 марта. Вот такой подарок замечательный я получила. Мне подарил муж набор для творчества. Но я сама выбирала, конечно, и он мне заказал на Азоне вот этот наборчик. Я уже его открыла, все посмотрела и даже успела воспользоваться. Но сейчас не буду показывать, открывать и рассказывать более подробно. Потому что для этого я хочу выделить отдельное видео. Сделать полный и подробный обзор этого набора. Потому что здесь достаточно много предметов. И набор на самом деле очень классный. Так что я думаю, что вам будет интересно посмотреть полное видео об этом наборе. И плюс то, что я успела сделать с этим набором. Какие изделия у меня получились. Я все это подробно засниму. И сделаю большой обзор подробный в отдельном видео. Могу сказать, что набор мне понравился. И что я очень довольна таким подарочком. Дальше мне сестра подарила вот такую раскраску. Я тоже сама выбрала ее. Называется «Весенним днем в Корее». Возможно, вы видели уже. Раньше она была только в иностранном варианте. Но не так давно начали печатать и в России. Чему я очень рада. Это милое весеннее раскрасочкам. Здесь очень такие просто милейшие иллюстрации. Которые раскрашивать хочется именно весной. Так что я думаю, что самая пора покупать эту раскраску в начале весны. И раскрашивать. Здесь вот описаны различные цветы. И также значение этих цветов, когда они цветут. Ну, именно в Корее, когда они цветут. Думаю, что буду с удовольствием раскрашивать. Я очень хотела эту раскраску. Но как-то вот думала. Учитывая, что я и так много раскрасок скачала в формате PDF. И некоторые из них распечатала. Еще буду печатать, нужна ли мне она. Но так как это подарок, то я решила, что, конечно же, нужна. Так что вот такой вот замечательный подарок творческий. Книга качественно сделана. Здесь бумага не слишком тонкая. Конечно, она не прям супер плотная. Не знаю, акварелью, наверное, красить не получится. Но вполне в целом достойная бумага. Посмотрю, какими материалами я здесь буду пользоваться. Ну и вы, конечно, это увидите в моих последующих видео. Также покажу не творческие подарки. Вот такой чаек я еще получила в подарок. Это чай зеленый с апельсином. Очень вкусный. Я уже пробовала. Так что мне очень понравился этот чай. Ну и плюс крем. Молоко и мед. Крем для рук и тела. Вот такие подарочки. Не связанные с моим хобби. Ну и плюс те подарки, которые я получила, съедобные. Их уже нет. Так что показывать из сладких подарков нечего. Крем вот такой очень приятный. Арифлейм компания. Так что вот хорошие подарки. Я очень довольна. Люблю 8 марта, конечно же. Это один из любимых праздников. Плюс наступление весны и женский день, и подарочки, и творческий подъем, поскольку скоро весна потихонечку теплеет на улице. И настроение хорошее. Еще раз поздравляю вас с праздником. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, какие из моих работ на этой неделе вам понравились. Также делитесь, что вы получили в подарок. Может быть, какие-то творческие подарки у вас тоже были. Либо покупки. Мне будет очень интересно это узнать. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Увидимся с вами в следующих видео. До скорой встречи. Пока. Продолжение следует...